Доброе время суток, уважаемые подписчики и подписчицы! Хочу после долгих раздумий поделиться с вами впечатлением об одном, а потом еще об одном приобретении. Дело в том, что, насколько мы знаем, что я с 2016 года пытаюсь написать оперу на основе сказки о рыбаке и рыбке. Что было с дедушкой и бабушкой дальше могло быть? Так вот, значит, я подумал, на чем этот дедушка, в принципе, мог бы играть. Я подумал, что дедушка, скорее всего, должен играть на балалайке. Ну, балалайку я в руках держал, по-моему, в своей жизни только один раз, если мне память не изменяет, у Вовочки Осаренко, как ни странно, в гостях. Так, Вовочка, привет! Если я не ошибаюсь, опять-таки, не помню. И то я ее, не говоря, вот только вот так, в руки взял. А еще один раз мы, ко мне, к нам еще в веселом поселке, пришел ко мне один приятель, Илья Левин. Мы с ним слушали еврейские песни, в том числе Аиды Шимамы. А сосед со второго этажа, мы на третьем, он пожаловал, что типа нам балалайку не слышно, к ним парень какой-то пришел. В общем, мы им мешали немножко. Вот. Так вот, я подумал хотя бы пощупать ее. Что это такое вообще? Ну, пошел в интернете смотреть. Я не хотел какие-то академические варианты. То есть, я посмотрел людей. Есть прекрасная балалайчница Елена Варфоломеева. Привет! Такая, с характерным, рыжеволосым цветом таким. Она называет себя Леди Балалайка. Очень рекомендую. Есть еще парень. Ну, он дяденька, конечно. Еще вот разные исполнители. Я еще посмотрел игру Михаила... Михаил, да, по-моему, Рожков такой. Почти сто лет прожил, между прочим. Всю жизнь играл на балалайке. Был шпанюком. Вот. Ну, в общем, я заинтересовался, конечно, самим инструментом. Решил приобрести. Приобрел я... Мне еще задача была, чтобы вот здесь была шестиконечная звезда. Обязательно. Дедушка-то мой... Такой. Мы же понимаем, что есть еще песни про балалайку еврейские. Значит, я еще подумал, что такая смелая версия. Так как название инструмента никто толком сказать не может. Что будто бы это от русского балалай. Ну, что-то странное. Вот. Я случайно увидел, что есть в иврите агалака. Агалака. Это музыкальный коллектив. Вот. Как вот то, что называлось вокально-инструментальный ансамбль. Вот что интересно. До сих пор. Вот Битлс, там, всякие. Вот это все агалака на иврите. Так вот, багаля агалака. Это может быть солирующий инструмент. То есть, хозяин вот этой агалаки. И тогда это, скорее всего, может быть, моя версия, от хазарского какого-то хазарского названия. Это может быть. Ну, а Алексей Михайлович, тишайший, чтобы про него всякие скоморохи не пели частушки, он в свое время издал указ все вот эти гудебные сосуды сжечь в Москве и во всей России. Поэтому до нас они не дошли. А что-то такое вот там Андреев, Василий Андреев, историк этого был, увидел у какого-то дедушки там по его рассказу. Где-то в Архангельской губернии. Нечто вот подобное. Спросил, что это? Балалайечка. И все такое. В общем, я такую штуку купил себе. Причем я специально купил старую. Я считаю, что это Черниговская фабрика. Я помню, есть прекрасные старые пианино. Запомните, сотые артикулы. Артикулы там сто какой-нибудь. Они круто звучат. Вот. Имеется в виду. Чем современнее пианино, тем оно неинтереснее. Чем старше пианино, при условии, что там нет трещин в деке. Вообще, чем старше любой музыкальный инструмент, тем у него... Это как старый коньяк. Вот он набирает выдержку. Он набирает звук. Вот сейчас я вам это попробую показать. Значит, на что при покупке надо смотреть? Тоже вот. Я не специалист, но я просто знаю по опыту общения с фортепиано, с роялями. Ну, конечно, чтобы не было нигде трещин. Кстати, обратите внимание, тут вот эта деталь вставлена. Видите, тут лопатка называется. Вот это должно быть не пластмассовое. Причем здесь оно явно из какого-то музыкального дерева. Вот эти клепки называются. В моем случае, что получилось? Оно хранилось где-то в гараже явно у кого-то, у продавца или там, не знаю. Они все вздулись и вот здесь поотлетали. Но мне, так как я сейчас нахожусь в Бершеве в Израиле, я надеюсь, что за лето это все подсохнет. И оно как-то... Если оно форму эту не вернет, то оно хотя бы уже разбухать не будет. И тогда это просто можно залить каким-нибудь твердым клеем, чтобы оно было культурно. Ну, во всяком случае, пока что инструмент не разваливается. Я надеюсь, что не развалится и впредь. Крепление струн вот здесь. Вот такое, как было еще до революции, условно говоря, Великой Октябрьской. Хотя я датирую этот инструмент 50-ми годами. Приблизительно, 1950-ми годами, я так думаю, он произведен. Что еще мы можем про нее сказать? Вкратце. Это есть балалайки академические, есть балалайки народные. Это балалайка народная, как я вижу. Потому что вот здесь вот нет продолжения вот этих ладов. И здесь нет панциря вот такого. Хотя есть накладка из твердого дерева. То есть мы ее поцарапать не можем. И она шестиструнная, обратите внимание. То есть это концертная балалайка при этом. Значит, как она настраивается? Ми-ми-ля, оказывается. Академический строй это ми-ми-ля. Народный строй это до-ми-соль. Но до-ми-соль я попробовал, звучит как гитары. А вот Андреев, это вот этот, ну, сами ищите, читайте, так сказать. Чтобы видео не особо затягивать. Он пришел к тому, что балалайка должна быть ми-ми-ля. То есть ми-ми. Ну, тут по две струны, то есть каждый в унисон настроен. Тогда балалайка звучит именно как мы привыкли ее, вот, она, вот, сами построения аккордов такие, что, получается, она звучит именно так, как балалайка, а не как гитара. То, что у органистов называется там регистровать с дырками. Вот, смотрите. Откуда я, я вот тоже опытным путем, не учился никогда, вот, вот первый раз взял в руки. Во-первых, она еще во многих, она сидит хорошо в руках, она не падает, даже если веревка не привязана. С ней можно по улице ходить, можно вот так вот лежать и играть на ней. То есть это по мензуре, это половина гитары. То есть ми-ми-ля, там в гитаре тоже такие струны есть. Я еще пробовал на Си настроить первую струну, чтобы и тут гамма получается. Ну, тоже получается гитара, как гитара. А тут, короче, вот так это делается. Гитара. Крытым. Тут, конечно, еще надо ноготь отрастить, а тут ногти надо обстричь. Играют на балалайке без медиатора. Вот это то, что мне нравится. Я медиатора не люблю. Я еще тоже что установил опытным путем. Обычно в академической балалайке вот тут 12 лад. И вот обычно тут еще лады еще туда добавлены, прямо чтобы октаву полную. А если у нас нету, а что мы можем? Мы можем флажолеты брать. Но флажолеты я брать еще не умею. Я могу струну просто вот так вот по скрипичному прижимать. И вот она, она есть у меня оттянутая. И так далее. В общем, мне этот инструмент понравился, честно говоря. Первый инструмент, который мне понравился. Вот прямо хоть иди на улицу с ней. Она, и она поет. Поет она благодаря тому, что она старая. Хоть она была, значит, что делать, если инструмент отсырел тоже. Вот, кстати, по путному показу. Видите, вот колки тут ржавые. Ни в коем случае не вздумайте сушить. Что надо делать? Если сушить, не дай бог треснет дека, может треснуть, и тогда пиши пропало. А, значит, как деку проверить? Во-первых, ее можно обстучать. Там еще к ней вот перекладины, изнутри приклеены. Они вот, вот. То есть там ничего не должно болтаться в ней. И она должна иметь, вот, быть выпуклая слегка. Вот если вот так вот посмотреть, должна быть выпуклость. Она не должна быть провалена. Если провалилась, то там целое дело. Это вот как-то выпиливают, там, клеют с обратной стороны пружины эти, так называемые. Так что вот, если кто хочет приобретать, я считаю, ну, чтобы не хотите, если на сувенирную нарваться. Хотя, может, она тоже может звучать. Вот смотрите на заднюю часть вот эту, чтобы она была из хорошего дерева. И смотрите сюда. То есть вот здесь наличие большого количества ладов необязательно. И заодно я с той же, это балалайка Черниговской фабрики. А я почему именно ее захотел, потому что когда-то, помню, было, я видел пианино Черниговской фабрики. Такой еще Богдан Хмельницкий такой на коне, там, на передней вот этой стенке, скажем так. Такой резной. И оно, мне нравилось именно, как оно звучит вот по ее деке. То есть сделано по-серьезному из хорошего дерева. Вот. И заодно я, я... А, еще обратите внимание, вот здесь вот такая деталька есть. Вот здесь. Наклеенная. У Шарикова, кстати, у балалайки тоже, по-моему, она где-то была. Вот не на всех есть. На современных я не вижу, чтобы... Вы понимаете, для чего это сделано? Те, кто играл на гитаре, кто дрался гитарой, тот понимает. Или там, или у кого была фабрика Луначарского. То гитара разваливаться начинала сзади обычно. Не то, что гриф поднимается. То, что гриф поднимается, это ладно. А вот обычно отслаивалась обечайка от задней деки, вот эта, нижняя, да? Так вот здесь, чтобы этого не было, здесь приклеена специальная деталь. Вот, видите? Она как-то называется. Не помню. Ну, я так не вдавался в подробности. Вот она, я сразу... Почему я схватил ее? Вот именно эту. Вот. И, соответственно, А что сжигали люди этот, при Алексее Михайловиче Тишайшем? Сжигали домры. Это считается предок балалайки. Ну, там казахи ее считают своей и так далее. Домры бывают трехструнные и четырехструнные. Они совершенно разные. И мне попадали... Я хотел сначала трехструнную, но потом подумал... Ну, то есть, как бы это балалайка номер два. А мне попалась... Вот тоже черниговской фабрики. Вы понимаете, что это из... Из того государства, так сказать. Ну, тоже, то есть, это те же руки делали. Это именно не предмет мебели. Видите, она сделана как следует. То есть, вот тут панцирь деревянный, не пластмассовый. Тоже это года 50-е, наверное. Прошлого века. 1900. Вот. Она четырехструнная. Почему я ее тоже купил обязательно? Во-первых, это был тот же продавец. Ну, то есть, подставки там. На той балалайке подставка от Домры. От Домры, кстати говоря. Вот видите, мне пришлось все как запиливать. Чтобы здесь струны можно было прижимать к грифу. Так вот. Вот это четырехструнная Домры. Почему я ее взял? У нее настройка такая же, как у скрипки. Так как на скрипке я еще играть не умею. Но чтобы соседей не мучить. И у скрипки же нет ладов. То есть, вот здесь струны такие же, как у скрипки. То есть, там квартовая, тут квинтовая. И также у мандолины такой же строй. То есть, у всех итальянских инструментов, грубо говоря, вот у них строй вот такой. То есть, Ля, Ми, Ля, Ре, Соль. Значит, там на пятом ладу, как мы настраиваем обычно, вот унисон на пятом ладу должен быть. Здесь на седьмом ладу, как я увидел. То есть, строится вот так. Вот. На домре играют медиатором. И, во-первых, домру неудобно держать. Обычно девушки вот так вот делают и вот так кладут. Почему-то девушки в основном. И так еще платок сюда. И вот своей вот так прижимают, чтобы она как-то держалась. И на ней играют обычно медиатором тоже, что то, что я не люблю. И вот. В общем, всякие такие дела. Но это я пока что на перспективу взял. То есть, надо научиться брать аккорды. Конечно, аккорды, это, вы поняли, да, этот инструмент скорее, то есть, он действительно ближе к мандолине. То есть, это где-то там венецы на этих гондолах там вот играют эти вот по ночам. Соседям спать не дают. Вот. Всякие такие звуки издают. Она для этого предназначена. А балалайка предназначена для всего. Ну, в общем, тоже обратите внимание, как она звучит. Звук какой. Как проверить инструмент, просто не отходя от кассы. Берем самую нижнюю... Вообще любой струнный инструмент, гитару вот щипковую, берем самую нижнюю ноту, вот, открытая струна. Потому что я заметил. Вот она вся должна вибрировать. Вот весь инструмент должен вибрировать. Даже вот здесь вот мы его берем. Вот здесь вот. Видите, как у скрипки такая голова тоже. Вот когда мы берем самую нижнюю ноту, вот здесь, вот здесь, есть вибрация. То есть, вот он весь поет. Ну, а самую верхнюю, само собой. Так что, вот этот называется балалайочник, а это называется домрачей. Не домрист, а домрачей. Вот так. Значит, благодарю за внимание. Ну, вы понимаете, что все-таки балалайка, пока что-то мой любимый инструмент стал. Как там? Это вот цептаккорд. как берется. И так далее. Во всяком случае, этот первый инструмент, даже в отличие от гитары, который я взял в руки и заиграл именно на нем. Ну, и а домрачей для общего развития. То есть, может быть, потом, чтобы на скрипку уже по-нормальному перейти, попробовать, так сказать. То есть, ну, там нет ладов. Другое немножко вот расположение. Тут больше нот. Помещается больше нот между основной стороной и следующей. А там меньше нот. То есть, там как в гитаре обычной. А гитара явно то есть, то инструмент все-таки аккомпанирующий в основном. А это инструмент солирующий. Судя по расположению вот этих. По настройке разным. Так что вот на данный момент то, что мне есть вам показать. Я считаю, мне во всяком случае это понравилось. вот так вот. Благодарю за внимание и до новых встреч. до новых встреч. До новых встреч. Продолжение следует...